Спасибо, что вы все пришли. И действительно, особенно в этом камерном формате, мне кажется, имеет смысл мне поговорить какое-то время, я не знаю, минут сорок, может быть, про то, что было, и какие-то мои идеи, вопросы, мои вопросы к этому понятию, к этому формату. И было бы здорово, если у вас самих есть какие-то вопросы, может быть, вы думаете о том, нужна ли резиденция вам, чего-то такого не хватает, может быть, это резиденция, может быть, вы думаете о том, как здорово сделать бы резиденцию, и что это дает вам, как профессионалу в той или иной области, когда через ваши руки проходят постоянно какие-то новые люди, временно оказывающиеся в вашей среде обитания. Может быть, вы хотите сделать резиденцию. В общем, я предлагаю вам в практическом ключе это все слышать, и я постараюсь не уходить в такие ностальгические воспоминания о том, как я чудесно провела три месяца в Швейцарии, а все-таки выделять вот эти вопросы, которые вызывают понятие исследовательской резиденции. Но картинка первая, конечно же, сугубо ностальгическая. Вот наш домик, вот эти на втором этаже два левых окна – это мои. Внизу, значит, это общая такая веранда теплая, в которой у нас были совместные обсуждения. Вот, и там вот еще справа такой внутренний двор. А здесь, где мы с вами сейчас как бы виртуально находимся, это прекрасная большая сосна, под которой, в общем, мы рассуждали и дискутировали на разные интересные темы. Это такой небольшой сад, это, в общем, был частный такой дом Maison Baron, такой дом семьи баронов. Такая у меня была фамилия. И вот этот баронский дом, окруженный садом, оказывается очень окружен буквально парковками, офисными зданиями и является таким, в общем, оазисом посреди достаточно уже урбанистического пейзажа Женевы. И сразу, как бы, вот эти исходные данные, что это было за место, называется «Посольство для зарубежных художников». У них есть замечательный веб-сайт, где есть истории резидентов и чем они вообще занимаются. И это вот место для проведения исследований индивидуальных и для общения между резидентами. Это была их инициатива. Резиденция эта поддерживается городскими фондами Женевы. Интересно, что когда мы говорили с ними, и я готовила только свой как бы research proposal, меня очень интересовало понятие независимого художника, независимой организации. И вот они сказали, да, но вообще здесь немножко по-другому в Фейцарии это работает, потому что мы независимая организация, мы сами придумали себя, но нас поддерживает город. Делает ли это нас зависимыми или нет? То есть уже как бы с первых шагов стало понятно, что реалии, в которых художники, исследователи работают, фрилансеры, она вообще другая здесь и там. И потом мы не раз возвращались к этим разницам в понимании, что есть общее общественное публичное пространство здесь, там, что есть частное здесь и там. Это действительно было очень интересно. И Швейцарский совет по культуре про Гильвеца, Анна была, но, к сожалению, уже убежала, они поддержали эту резиденцию. И сейчас до, по-моему, начала марта у них всё ещё открыт приём заявок для резиденции уже следующего цикла. И просто обратите внимание, что они предлагают эту резиденцию не только для художников, но также для кураторов, менеджеров, медиаторов. То есть очень, на самом деле, широкий спектр людей, которые могут быть как раз тем важным связующим звеном между двумя культурами и между очень разными форматами работы, между независимыми художниками, между организациями. То есть на самом деле, когда мне предложили участвовать в этой резиденции, я очень удивилась, потому что я в течение шести лет работала в культурном центре ЗИЛ куратором современного танца, занималась там проведением резиденции для молодых хореографов. И с удивлением обнаружила, что как куратор я тоже могу поехать в резиденцию. И это какая-то новая волна, что и кураторы, и менеджеры могут также все больше найти возможностей для своего исследования. Потому что исследование, оно всем нужно. И мы сегодня как раз об этом будем говорить. Вот это как бы практическая сторона дела. Это какая-то... Вы приезжаете в резиденцию, вот вам дается комнатка с каким-то рабочим вашим местом. Есть какой-то... Это дом вот этот с общими пространствами, где вы можете работать и встречаться, и в то же время какая-то частная в нем территория. И вот первое, что, наверное, хочется здесь сказать, что исходными данными для меня, когда я была приглашена в эту резиденцию, было то, что эта резиденция коллективная. Вот мой коллектив. Это значит Мухаммед из Ирана. Всем ли вам видно? Мухаммед хореограф. Он учился во Франции. Вернулся в Иран, что вообще достаточно редко происходит, учитывая, что танец в Иране официально запрещен. Он в Иран вернулся и уже несколько лет проводит там совершенно по секрету международный фестиваль современного танца. И резиденции, и также преподает в университете так называемое гармоническое движение для актеров. В общем, с ним нам было много что тоже обсудить, как вот этот весь эзопов язык помогает делать вещи возможными, когда они вроде бы совершенно невозможны. Собственно, Мухаммед был центральной и начальной точкой для всего этого коллективного нашего сбора. И под него, в добавление к нему, были выбраны вот эти два ещё участника. Я и Гевин, Гевин Крастин из Южной Африки. Сам Гевин перформанс-художник. Его перформансы в большой степени опираются на тело. Он работает много с жидкостями тела, с повреждением тела. Он такой вообще совершенно отчаянный парень, при этом в жизни просто совершенно милейший человек, преподающий также в университете перформанс-арт, историю перформанс-арта и сценографические стратегии в перформанс-арте. Ему тоже было много что рассказать, поскольку он из Южной Африки, где после завершения партеида совсем недавнего в принципе ситуация осталась такой, что белое население составляет 8% общей популяции. Как бы национализации, естественно, никакой не произошло, и поэтому по Конституции все граждане оказались в равных положениях, но все эти ранчо, виллы и всё такое прочее, всё, у кого оно было, у того оно и осталось. И это создало, конечно, очень заряженную ситуацию с 40% безработицы, с большим процентом людей, у которых нет доступа к образованию, и как бы большим подозрением в сторону белого населения, конечно, и того искусства, которое это белое население предлагает. И Гевин, в свою очередь, вбрасывал всегда вот эту суперответственность, художника, что даёт мне право вообще говорить, вообще повышать голос в этой ситуации. То есть он именно так это формулировал. И вот эта первая тема коллективности – это первый вопрос, который я предлагаю взять на поля. Потому что до этого в этом домике, там четыре комнаты, и все художники живут обычно там независимо друг от друга. Это, в принципе, тоже можно назвать коллективом, но в данном случае коллектив был нам назначен. Тогда сразу очень много вопросов. Кто собирает этот коллектив, и что было его точкой отсчёта? В данном случае его собирал куратор резиденции, к директору резиденции, и начинал он с Мухаммеда, как такого ключевого, более опытного, более резонирующего художника. Как запустить коллектив? Потому что мы сейчас очень много говорим о коллективности. И у меня сразу вспоминается эта книжка Ролана Барта, которую я перечитывала в резиденции. Как жить вместе – это был очень насущный вопрос. Мы хотим коллектива, мы хотим каких-то новых форм бытия вместе, как это устроить, как это запустить. Вот эти люди собрались, вот они смотрят друг на друга. Как эти первые дни сделать такими, чтобы они запустили работу в том направлении, в котором нужно. И очень важно, какие результаты мы ожидаем от этой коллективности. В каких плоскостях мы эти результаты формулируем? Хотим ли мы, чтобы они просто все не убили друг друга, пока живут там три месяца? Хотим ли мы, чтобы они начали коллаборировать? Предлагаем ли мы им сделать какой-то общий проект? Или нам важно, как течет этот процесс? Вот это очень важные на самом деле вопросы, которые определяют дизайн резиденции. И очень важно, конечно, чтобы резиденты понимали с самого начала, что за дизайн, кто дизайнер и что это за резиденция. Это директор резиденции и наш коуч. Она именно так представлялась поначалу. Я коуч, говорила она. И тогда мы говорили, хорошо, а я тогда голкипер, форвард. И там еще кто-нибудь. Но на самом деле именно Ришард является и директором этой независимой организации и принимает решение отбор художников. И это его была идея, что нам необходим коуч, какой-то человек, который будет с нами на протяжении всего времени. Симон, куратор, работающий в Женеве, она курирует танец. Интересно, что Ришард активно путешествующий по разным симпозиумам, связанным с резиденциями. Это целая отдельная большая история, как делать резиденции. Директора резиденции постоянно встречаются на семинарах, каких-то слетах. И им есть реально очень много чего обсудить. Именно в вопросе дизайна. Если думать, то там все наполнено необходимостями каких-то решений. Так вот, Ришард сказал, что по его наблюдениям, директора резиденции различаются на тех, кто тусуется со своими резидентами, и тех, кто после конца своего рабочего дня просто уходит. И вот Ришард, безусловно, относился к первой группе. Будучи французом изначально, он очень любил вкусно приготовить какую-то еду. И он устраивал нам такие пиры из всякие званые обеды, включая в таким образом, это тоже была стратегия, локальная комьюнити в нашу жизнь резидентскую. И вот поэтому еще один момент, первый, это вот эта коллективность, и второй момент, это вот эта фасилитация. Это тоже чрезвычайно важно. Здесь вопрос, как резидент связан с локальным контекстом. Потому что существует, конечно, так называемая продакшн резиденции, где особенно там, я могу сказать про перформинг артс, про исполнительское искусство, где вы просто, у вас есть неделя, две недели на одной площадке в какой-то репетиционной аудитории, неважно совершенно в каком это городе, в какой-то стране, вы просто как бы двигаетесь, вам нужно там полгода репетиции, вы их набираете в разных частях света, неважно где. Но если мы говорим о резиденции не только как инструменте продакшна, но и какого-то диалога, какой-то трансформации, то, конечно, вот здесь связь с локальным контекстом становится чрезвычайно важной. И как её устроить, это большой вопрос. То есть в данном случае Симон была тем человеком, которая представляла нас куратора, представляла нас художником, советовала нам какие-то перформансы, спектакли, которые шли в Женеве и в других городах Швейцарии, и помогала нам немножко выстраивать наши обсуждения, задавала нам какие-то провоцирующие вопросы. Ещё один аспект, который был сразу задан в дизайн этой резиденции, в том, что резиденция тематическая. У нас была тема. Я вот не знаю, почему в этом обсуждении такие серьёзные, а я смеюсь, но тема наша была «art and authority» – искусство и власть. Art, authority и табу даже. Третье слово «табу» пришло особенно от Мухаммеда. То есть что является запретным, совершенно невозможным на сцене в той или иной среде. Вот такая была у нас общая рамка, такая тема. Можно назвать это темой исследованием. Мы к слову исследований вернёмся. И вот что мы, например, делали. Мы читали вместе. У нас был там некий список литературы, которые мы набрасывали друг к другу, обсуждали. Вот, например, это такой скан на статье Йонаса Сталя «Искусство в защиту демократии». И конкретно мы говорили там о том, как в политике идеологию и вообще какие-то ценности заменяет менеджмент. И именно такая политика поддерживает такое же «generic» как бы общее искусство. Собственно, как искусству вернуть возможность быть не общим, не тем продуктом, который менеджеры просто обращают, куда-то посылают, принимают, а как искусство может стать снова голосом, который влияет на общественные течения процессов. Это вот нас всерьез занимало. И я нашла как раз вот этот вот плакат «Все говорят о погоде, мы нет». В общем, это так. У нас просто невозможно, первое время нас было невозможно оттащить друг от друга, потому что любая тема, она просто умножалась на три. И как только возникал какой-то вопрос, мы так «А как это в Иране? А как это в Южной Африке? А как это в России?» То есть мы понимали, что у нас очень заряженные наши контексты, они, конечно, не идентичны, но они на равном градусе как бы находятся. И в равной степени мы были как бы в скепсисе по поводу того, что происходит в Швейцарии. И здесь это ещё как бы один момент, это вот эта групповая динамика. То есть нас собрали вот именно трёх человек, которые были профессионалами в области исполнительских искусств, по сути, три куратора body-based arts. И мы очень быстро нашли общий язык, садаптировались как бы друг к другу, но потом возникла вот эта ситуация «мы и они». И вот эта предыдущая картинка, я её сюда включила, просто потому что это был особенный очень момент. У Мохаммеда немножко видно на лице его скепсис. Мы поехали на швейцарский приз Performance Art, такой национальный конкурс в Базиле. И мы просто от перформанса к перформансу ходили и говорили, ну как это возможно? Сколько у них приз за лучшую работу? О боже! И, в общем, мы были просто реально в глубоком скепсисе, в глубоком осуждении. Но так невозможно было жить три месяца, очевидно. Поэтому произошла вторичная адаптация, после которой мы договорились о чём-то и начали потихонечку дистанцироваться от этого постоянно заряженного политикой разговора в такие индивидуальные ресёрч-проекты. И мне кажется, что вот это какая-то очень общая ситуация. Такое горячее начало, и потом оно должно немножечко подостыть, и тогда человек больше понимает, что он вообще там делает. Поэтому ещё один вопрос, так на заметку, это какое время необходимо, для какого результата, для какой динамики, и есть ли какой-то план. Вот в нашей резиденции плана никакого не было. Не было ожидания результата. И это в какой-то степени был интересный опыт, в какой-то степени, конечно, он и определил получившиеся результаты. Так, например, какие-то наши выступления, они уже пришлись больше на конец резиденции и были такими достаточно произвольными. Так, например, я делала лекцию в организованную обществом таких, это называется, профсоюз деятелей танца. Вот этот профсоюз, он организовал мою теоретическую лекцию о документальной хореографии. Ребята, Мохаммед и Гевин, они делали мастер-классы тоже для профессиональных танцовщиков. И ещё вместе, втроём, мы провели такую дискуссию с хореографами под названием «Is Dance One» – «Один ли танец?», пытаясь понять, есть ли у них внутреннее напряжение между танцовщиками хип-хопа, современного танца, классического и так далее. То есть попробовали с ними дискуссию устроить. И вот это ещё один вопрос в связи с резиденцами – это вот этот outreach. Я даже не догадалась, как это лучше перевести по-русски. То есть это как бы доступ этого резидента к внешней среде. Как эта внешняя среда узнаёт о том, что у них в городе есть резидент? Как его сделать видимым в комьюнити и в профессиональном сообществе? И нужно ли это? Можно сказать, что и не нужно, потому что часто резидент просто сидит, читает книги, или как один из резидентов, совпавший с нами по времени, он делал копьё. Он делал копьё из меди, соответственно, его ежедневной практикой было плавить медь и придавать ей конечную форму копья. Нужно ли делать его таким уж видимым в этом локальном контексте? На самом деле первый ответ, который сразу приходит в голову, нужен потому что очень часто резиденция в большой степени поддерживается городским. То есть те институты, которые поддерживают резиденту, должны видеть, что она резонирует в пространстве, в котором она находится. И вот как минимум по этой причине очень часто резидентам всё-таки нужно сделать какую-то небольшую презентацию, не обязательно результатов того, что произошло именно за эти три месяца, но вообще хоть каким-то образом стать видимым и таким образом сделать видимой и самую эту резиденцию. Ещё один резидент, который совпал с нами по времени, вот, например, Молли Джойс, она композитор, и у неё был такой небольшой концерт в рамках фестиваля в Женеве. И вот Молли, например, хороший пример художника, который весь предыдущий год до того провела в резиденциях, которые она последовательно как-то себе сорганизовала. Какие-то резиденции есть платные, их организовать несколько легче, хотя везде, конечно, есть некий отбор. Куда-то её выбрали, и она просто себе так решила, что один год после окончания университета и до какого-то более стационарной работы она будет путешествовать и вести своё исследование, прояснять свою художественную композиторскую практику. И на этом этапе, конечно, хочется сказать, что и я бы в резиденцию не поехала, если бы к этому моменту не перестала работать в культурном центре ЗИЛ. Кто бы меня там оттуда отпустил на три месяца? И если бы аспирантура высшей школы экономики не была бы столь любезна, чтобы и меня так немножечко дать мне возможность эту исследовательскую деятельность осуществить на два месяца, это тоже не было бы возможно. То есть мы понимаем, что резиденция – это какое-то такое интересное предложение для тех, у кого нет работы, учёбы, обязательств по снятию жилья, семейных обязательств, или они какие-то очень лояльные и толерантные. То есть нужно тоже понимать, что это за фигура человека, который по этим резиденциям перемещается. Так, например, Ришар рассказывал о человеке, который бывал у него в резиденции, который делал такой тур из ста резиденций. У него была такая задача. Он был художник, но в целом его художественный проект был связан с этим кочевничеством через резиденции. Понятно, что уже когда всё перевалило за 50, резиденции сами уже ему предлагали, ему было уже интересно, как включиться в этот его нарратив кругосветного путешествия буквально. Поэтому ещё один момент, о котором имеет смысл здесь упомянуть, это резиденции вообще в этой всей экосистеме производства искусства или знания, если это более академическая такая резиденция. Что это за пространство? Вот это временное, постоянное. Вы приезжаете на какое-то определённое время, как вы завязываете эти все отношения с людьми, которых вы, возможно, не увидите больше никогда. Что это за перемещение? И какой для себя смысл мы снова и снова можем назначить этой постоянной мобильности? Где разница, есть ли она между этой глобализацией, когда неважно уже кто откуда, все с первой минуты начинают коллаборировать безудержно. И на достаточно поверхностном уровне обмениваться политическими новостями, любимой едой, любимой музыкой. И вот так нам кажется, что у нас такое очень международное и очень сотрудничество. И есть ли граница между этим и по-настоящему попыткой преодолеть достаточно сильные националистические тенденции в мире и всё-таки научиться думать вместе, нащупывать эти общие актуальные ценности, имеющие отношение именно к нам и к нашей работе. Мне кажется, что в резиденции это просто очень интересный формат для того, чтобы говорить об этом. И об исследовании всё-таки. Значит, в Женеве заседает достаточно много международных организаций. И я говорю об этом сейчас ещё потому, что в ходе диалога с Ришаром, с директором резиденции, это был их первый опыт с коллективной резиденцией, они много нам задавали вопросов, ну как вам дизайн? И у нас были к нему тоже вопросы. И следующие резиденции, которые он предлагает делать, как раз более исследовательские. Когда приезжающий художник имеет уже некий проект, связанный с одной из организаций, присутствующих в Женеве. То есть как бы локализовать несколько этот ресёрч. Там находится штаб-квартира ООН и вот это агентство по делам беженцев. То есть это как некий политический и социальный аспект. Красный крест тоже. Те ценности, которые изначально лежали в основе организации Красного креста и что дальше происходило с этой организацией. Там находится ЦЕРН. Я там была. Ядерный вот этот коллайдер. И это тоже интересная практика интернационального содружества и сотрудничества физиков со всего мира. То есть какой-то сайенс-арт возможен там. И в ЦЕРН есть своя отдельная резиденция, очень сильная. И вопросы экономики тоже в ЭТО находятся там же. У них у всех есть архивы. И вот идея Ришара – это включать художников, помогать им открывать для них доступ к архивам, к сотрудникам этих организаций. И это немножечко другая модель, чем, например, исследование Михаила Шишкина. Эта книга, если вы её там не смотрели, это вот очень действительно хорошая работа, где русский писатель, который сейчас уже живёт в Швейцарии, провёл глобальное исследование по поводу того, как много русских и при каких обстоятельствах жили во всех городах Швейцарии. То есть это первый сценарий, когда вы оказываетесь в другой среде. А как это связано с Россией? Ой, да там был Ленин, там был Достоевский. Вот это будет моё исследование. А как швейцарцы отличаются от русских? Об этом есть вот эта книжка. И когда я почувствовала, что наши коллективные усилия двигаются в эту сторону, попытаться сейчас быстренько понять, что за ментальностью швейцарцев и сравнить это с иранской, африканской и русской, я подумала, боже, нет, только не это. И нашла им эту книжку, и его какие-то статьи на английском мы почитали про ментальность швейцарцев, успокоились как бы, и дальше начали думать уже в какой-то более сложные какие-то контексты, имеющие отношение не только к нам, не только к ним, но как бы глобальные какие-то, какую-то значимость. И вот последние мои два слайда, как раз моё собственное исследование, это и здесь, и до этих организаций я тоже не дошла. Моё собственное исследование называлось unfolding, как бы распаковывание швейцарского танца за 11 недель. Я принесла эту карту, если вы захотите, потом можете тоже её раскрыть и посмотреть. Но в целом, что это из себя представляет, это вот как бы краткая статистика активной моей деятельности. А здесь вы видите 11 таких листков, и это вот недели буквально, то есть вот первый месяц, второй и три недели последнего месяца. И все какие-то большие значимые события, увиденные перформансы, встречи с кураторами, встречи с хореографами, поездки в какие-то разные города для этого, они все вот здесь вот, и я просто их нанесла на эту карту. И вот эти связи, это тоже как бы интуитивно пришедшие решения, которые очень подходят тоже для сегодняшнего разговора, это вот связи. То есть, к примеру, я увидела какой-то перформанс первую неделю, и потом встретилась с этим хореографом в четвёртую, потому что, может быть, его не было в городе или не было возможности. И вот эти долгие связи, когда что-то происходит, начинается в один месяц, заканчивается спустя полтора месяца, как раз объясняет, почему даже куратору, даже для такой простой задачи, как понять, как работает современный танец в отдельно взятой среде, требуется много времени, потому что картина постоянно усложняется, дополняется, и вещи начинают быть удивительным образом связаны. То есть, это мой комментарий, наверное, к моей методологии исследования. И задача моя... Я ничего не знала про швейцарский современный танец. Моё исследование было понять, как работает эта экосистема. Потому что, если вначале мне, по сути, было интересно только увидеть спектакли, которые стоило бы привезти в Москву, например, я мыслила именно как программер, очень скоро стало понятно, что, поскольку я вообще ничего не знаю в этой среде, во мне проснулся именно исследователь по-настоящему. И тогда было интересно, как выстроена вся система в целом, какие есть хореографы, как отличаются хореографы разных поколений, какие есть площадки. Причём в разных городах, в разных кантонах. Вы знаете, что есть в Швейцарии, она немецкая, итальянская, французская, и это всё очень-очень разное, с разными эстетиками даже, с разными аджендами, с их повестками, разные кураторы, какие-то очень влиятельные, какие-то пытаются этому противостоять. В общем, как бы вот эта вся история. Их система финансирования, то есть как, собственно, художник может подать, как они живут вообще, их в программы поддержки, потому что это тоже немножечко другое, если это как страна вкладывается в то, чтобы у неё генерировался вот эти поколения художников. Образовательные программы. Я была в трёх университетах, в Цюрихе, в Лозанне и в Берне, где совершенно разные подходы к тому, как они готовят своих художников. Встречалась с историками, которые пишут вот эту историю современного танца в Швейцарии, который, в общем, не больше, чем лет 20, наверное. Поэтому в этом смысле для меня это исследование имело важное, очень большое значение, потому что всё за исключением фактора денег очень похоже на Россию. Также это начиналось как-то на индивидуальной какой-то инициативе и очень недавно. Ну и, в общем, было важно понять, что за социокультурный контекст там для того, чтобы работать. Возвращаясь к теме нашей резиденции, вот это вот искусство и власть, что за среда, против чего художник может высказаться, за что художник борется, для чего художник вообще делает свои работы. Это всё, если подумать, имеет прямое отношение к социокультурному контексту в отдельно взятой среде. И поэтому её, конечно, тоже нужно было понимать. Вот. Я думаю, что по времени я могу сейчас сделать паузу и предложить вам свои какие-то уже появившиеся вопросы мне задать, имея в виду, что вот у меня был этот опыт нахождения меня в резиденции и обсуждения не только нашей темы, но и того, как эта резиденция вообще была сделана. Но плюс к этому есть опыт ещё моего проведения резиденции и как каждый раз мы придумывали новые правила игры для художников, которые были в резиденции в ЗИЛе. То есть как бы в разных, с разных позиций я тоже могу отвечать на какие-то вопросы связанные с резиденциями, с исследовательскими. Да? Попробуем какую-то дискуссионную фазу перейти. У меня вопрос. Вот резиденция закончилась, а кто-то последует за ним, да, какой-то, не знаю, какой-то введение недуга, может быть, в какую-то публикацию или таких форматах в принципе не предполагается? Этой резиденции не предполагается. Не предполагается результат. И это еще один как бы вопрос. В том числе можно его так далеко вывести как бы в общий контекст, как работа и occupation. Вот это в экономике есть вот это противопоставление, что мы как бы переходим в экономику occupation, в некой занятости. Это как бы не работа. И результат, он как бы переходит в такое более подвижное понятие experience, опыт. И вот если мы действительно говорим об экономике, которая базируется на опыте и о резиденции, которая тоже не требует никакого жесткого результата, а говорит, ну вот это опыт, и может быть через пять лет у вас это срезонирует, этот опыт, вот это и будет как бы для нас outcome, как бы результат. но такой как бы подвижный результат. Вот эта модель, она как бы есть, и к ней тоже, к ней возникают тоже вопросы. В данном случае никакого жесткого результата от нас не требовалось. По сути, мы только описали свой опыт в неком таком финальном репортаже для них. но, конечно, этих отсроченных результатов все ждут. И вот что это будет, я не знаю. Я очень часто слышала, а не хотите ли вы теперь вместе сотрудничать и делать какие-то вместе проекты с Гевином и Мухаммедом. И мы так переглядывались друг на друга, да, это как бы предполагалось, это нужно. или не планируете ли вы теперь начать очень активный обмен там с Швейцарией. Возможно, если будут для этого какие-то возможности еще. Поэтому вот эти как бы отсроченные результаты, они могут прийти со временем, но не были заданы. Этой резиденции они не были заданы. Вот. Долгий ответ на вопрос. А что с социологией ну, даже экономическим процессом как ты при области относительно экономической ситуации есть ли вы? Поехали. Ну, на самом деле, мне кажется, что пока если говорить именно о танце в очень начальной просто стадии формирования сцена швейцарского танца и она еще осваивает вообще современный танец как таковой. Я не думаю, что он широко осмыслен как средство высказывания. Поэтому да. не так этого много но есть какие-то молодые не очень признанные еще институциями художники, которые делают критические перформансы. До этого уровня мне удалось добраться за эти три месяца. но если говорить вот именно возвращаясь к вопросу о результате, мне кажется, это один из ключевых про резиденции. Это один из ключевых факторов, какой результат дизайнерам резиденции закладывается. и по этому поводу у нас были очень ну прям эмоционально заряженные разговоры в начале резиденции, когда особенно Гевинг из его такой сложной ситуации он еще не мог поверить, что эти три месяца просто для того, чтобы мы как бы там находились. Чтобы нам просто там было хорошо. Что это просто время для нас. Это не укладывалось в голове. Он мучил всех и сформулируйте мне задачи, сформулируйте мне результат, к которому я должен прийти, чтобы я мог спланировать время, как я к нему приду. То есть для меня вообще разговоры резиденции и об этом в моем опыте в большой степени связаны с этим как раз переходом из застроенной алгоритмической системы, которая ведет к предсказуемому результату. и переход к вот этим процессуальным формам с открытым финалом и насколько мы умеем вести такие процессы на самом-то деле и насколько мы понимаем, каков может быть результат и сколько мы готовы его принять, что он будет не такой, как процесс, как результат того строго регламентированного процесса. понимаете, о чем мы говорим. Когда все знают, что делать, мы примерно знаем, что получится, можем это оценить. Когда мы говорим нет, давайте попробуем быть просто сейчас очень свободными и очень творческими. Самое нечестное в конце попросить вот тот результат, который у тех, у той другой опытной группы. Насколько мы готовы принять, что результат тоже будет вот такой и растянутый может быть еще на годы вперед. То есть это кажется, что сегодняшний наш разговор это какой-то очень локальный исследовательская резиденция, что это вообще какая-то очень-очень просто микроточка вообще, да, очень какой-то частный вопрос. Но если мы это распаковываем, то это оказывается связано очень и с какими-то тенденциями в экономике и в социальной сфере и вообще как бы нашим способом, меняющимся способом действовать и взаимодействовать. Вот. А это беспокойство Грейпина по поводу да, оценивая плана резиденция говорит о том, что эта резиденция отличалась от прочих, в которых он, например, принимал участие, то есть она специфическая, потому что не нацеленный результат на процент, или у него на самом деле не так много было опытов связанных с резиденциями. Чаще всего это были продакшен резиденции, то есть когда ему дается время, какие-то еще ресурсы, чтобы сделать или work in progress, или уже работу. Например, резиденция в Зиле, она тоже была, мы как бы обозначали всегда, что это будет какой-никакой но work in progress, какая-никакая премьера. Человек физически должен был выйти на сцену при присутствии зрителей, как бы это было задано. И немножко структурировал для людей ситуацию. здесь у него не было опыта такой формы резиденции, это один момент. И второй момент, он приехал, как я говорила, из достаточно суровой среды, и тоже в сравнении с Швейцарией, например, с экономически не такой благоприятной ситуацией, и для него понять, что есть ресурсы, и их не нужно выжимать просто до последней капли, это было ему сложно. То есть, если дают бюджет и дают время, то надо просто наделать кучу-кучу всего. Это то, какое отношение к ресурсам в странах, где этих ресурсов не так много. Я, в общем-то, могу сказать за себя, что я это все делала просто потому, что оказалась с возможностью ездить по стране и за ее пределы. Я ездила в Швейцарский институт, в Риме, в Стокгольм, на фестиваль, в Брюссель, потому что все как бы рядом и это стало доступно со стипендией. И да, все на меня, швейцарцы, смотрели просто с опаской, потому что такого уровня энергии они не встречали там. Но это опять-таки связано как раз с этим, что когда ресурсы появляются, их надо просто с ними очень активно работать. в Европе немножечко не так, может быть. Они уже готовы к ресурсам поспокойнее как-то относиться. Вот. хотите, да? Я вам покажу. я показал только Аня. Слушайте, ну вот, вот она так начинается, Unfolding Dance. Почему Unfolding? Что вот как бы вот это вот движение, оно очень напоминает по феноменологии мои ощущения от этого времени и от тех слоев, как какие-то установки, может быть, не самые лучшие, не самые правильные, сменяются каким-то удивлением, и открытием. Слушайте, я даже не знаю, как это вам будет показать-то. Вот. Вот так это все раскрывается. Да, я могу просто его вот так вот ее положить и потом как-то вы подбираете, смотрите. Вот. мне самой в какой-то момент стало интересно вот именно вот эту динамику проследить, что я делала и когда я примерно помнила, но как это во времени все как бы реверберирует. Вот это было интересно, как какая-то тема встречается вдруг в нескольких перформансах или как я узнаю, что мои там хореографы, которые мне очень понравились, они, кажется, учились там в одной группе или что-то вот в этом роде. Вот эти связи мне стало очень интересно прям фиксировать. Да полно. Нет, на самом деле было много неожиданных всяких открытий, и я просто сейчас так могу сходу не самые... Ну, то есть, например, выяснилось, что там какой-то, например, танцхудожник, чей перформанс мне очень понравился, такой визуальный, режиссёр визуального театра. Он оказывается большой просто фанат истории России, он её специально изучал, и там особенно вот этот сюжет, связанный с революцией в начале 20 века, он прям в этом большой специалист. Это для меня было просто сюрпризом, потому что в целом надо сказать, я думаю, что тоже нужно сказать, что Россия и Восточная Европа это достаточно такое, ну, если не слепое пятно, то такое, как бы, достаточно отсутствующий регион в сознании западного куратора, ну, и обывателя тоже. И это то, можно назвать это проблемой, можно назвать это нишей, с которой, с которой, ну, как бы, нужно работать очень активно. То есть, Россия, получается, и не достаточно экзотично, так, как Иран, потому что у Мухаммеда не было проблем, он был просто на расхват. Вот. Не так экзотично, как Иран, но и не так понятно, как вот страны Евросоюза, с которыми они, как бы, уже исторически пытаются что-то понять и что-то решить. А Россия, вот она, вот, оказывается, между, это не та страна, куда они поедут на летний отпуск свой, поэтому, если у них нет, там каких-то бизнес или родственных связей, по большому счету, они там никогда и не окажутся и не соотнесут реальность России с скупыми новостями, в общем, тоже не совсем в нашу пользу, как правило. Вот, поэтому, поэтому, как в этой ситуации художнику вообще оказаться включенным даже, не то, чтобы продать свой перформанс за рубеж, а вообще оказаться включенным в диалог, оказаться видимым, вот это большой и очень интересный вопрос. Да, и поэтому какие-то, поэтому какие-то вспышки такого очень осмысленного интереса к России для меня были, для меня были интересны. Еще был перформанс девушки, который, который назывался «Протокол Валентина», про Валентину Терешкову, например, и она к этой фигуре с большим трепетом провела большой ресерч, подошла, именно говоря о том, что все знают про Гагарина, но никто не знает про Валентину, и это очевидно гендерная подоплека, и вот она пыталась как бы вернуть Валентине ее достойное место первой женщины в космосе. Да, да, да. Вот, и, ну, то есть, вот какие-то такие точки пересечения мне были очень, ну, важны, за них можно было как-то зацепиться. Вот. Спасибо. А у меня последний вопрос. Извините, я за свои инстарты. Да, да. Насколько, как вообще вы оцениваете перспективы формата резиденции как исследовательского формата? И что вот, ну, не знаю, поскольку все-таки есть какой-то опыт при организации? Насколько я поняла, в Зиле все-таки это были скорее да, перформер-ориентированные. Ну, это арт-резиденции были, И вот внутри арт-резиденции мы тоже можем говорить о продакшн-резиденции и больше ресерч-резиденции. Я прошу прощения, что тут столько английских слов, но это прямо нам очень конкретно дает понять, о чем речь. Поэтому возможно арт-ресерч-резиденция. И в Зиле тоже такое происходило, когда мы делали резиденции, связанные с какой-то темой. Вот одна из последних была связана с ресайклингом и вторичным использованием и переработкой. То есть такая как бы экологическая тема. И мы всем нашим хореографам, которые были в резиденции, просто предложили об этом думать. У нас были общие лекции или обсуждения. И по сути мы генерировали знания. В данном случае, конечно же, не о переработке, потому что это отдельная важная сфера, где занимаются люди, имеющие образование, наукоемкая сфера. Но о том, как эта тема может, какую форму она может принять в современном танце, перформансе, большой вопрос. Вообще, как в принципе тема может принять форму в танце, это вопрос. вопрос. И это было исследование. В данном случае это была исследовательская резиденция чистой воды. Я исследовала, что есть экосистема современного танца в Швейцарии. можно было даже чуть-чуть больше, чем три месяца. Я там еще немножечко не успела совсем андеграундные вот эти совсем независимые слои до них добежать уже в последние только недели. там открылись люди, которые в Швейцарии снимают студии и в них бесплатно для себя делают резиденции и показывают перформансы. То есть это вообще парадоксальное устройство. Они не получают никаких денег, они тратят свои и пытаются делать там независимый танец. Такие тоже есть. Кажется, что это невозможно, но там тоже есть вот эти безумные энтузиасты такие же, как у нас в Москве. Я только таких и знаю. То есть это еще очень важный такой был слой для этой экосистемы. Ну вот, есть же резиденции, которые связаны просто с каким-то одним ресурсом, я не знаю, библиотекой или архивом. То, о чем я упоминала, Ришард собирается делать сейчас, когда он просто связывает художника или исследователя с организацией и ее архивом, и дальше идет именно исследовательская резиденция. Тогда просто важен этот доступ и какие-то средства работы и все. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что что-то у вас там, какой-то собственный интерес как-то с этим свяжется. И спасибо вам за время и внимания. Спасибо. Спасибо.